Улица Циолковского, 4. Жители микрорайона Чкаловский знают этот адрес как Дом Гагарина. Исторический факт. Легендарный полет первый космонавт планеты совершил со Щелковской земли. Но не только потому, что готовился к полету, а после него работал в Центре подготовки космонавтов Звездного городка. Когда началась подготовка к пилотируемым космическим полетам, никакого Звездного еще не было. Члены первого отряда летом 60-го года получили квартиры в новых пятиэтажных хрущевках в поселке Щелково-3 или Чкаловский, который тогда уже вошел в состав города Щелково. С 60-го по 66-й годы Гагарин с женой Валентиной и дочками Леной и Галей жил в одной из таких хрущевок. Сегодня есть хороший повод об этом вспомнить. 9 марта исполняется 90-й лет со дня рождения Юрия Гагарина. Хорошо помню это время, тот самый 60-й год. Ну, все, как обычно, засекречено было. Смотрим ежедневно. Автобус Пазик каждое утро подъезжает туда. Ну, каких-то молодых офицеров. Ну, ростом с меня где-то метр шестьдесят пять примерно. Все, как на подвор, маленькие, садятся в автобус, куда-то увозят. В конце рабочего дня привозят. Никто даже и подумать не мог. Никто не догадывался, что это будущий космонавт. Ну, потом уж, когда слетал Гагарин, все стало ясно, кто на автобусе кого куда-то возили. Гагарин вернулся героем в этот же дом на Циолковского. Хотя жители поселка, услышав сообщение по радио, не сразу поверили, что это их сосед Юра первым из землян покорил космическое пространство. Не сразу узнали. Моя мать работала в ателье «Спутник». Вот этот самый, где «Пятерочка», на первом этаже магазин «Спутник» был, на втором этаже военное ателье было. Ну, работают. Вдруг услышали про Гагарина. Накладные листают, смотрят. Шинель повседневная. Старший лейтенант Гагарин Ю.А. Никак не поймут, что это такое. А когда увидели, что рядом дом, а там толпа народа, адресы, накладные, стали догадываться, что это, наверное, тот самый Гагарин. Ту шинель Гагарин, кстати, так и не надел. Она лейтенантская, а он за один день стал майором. Это уже форма для старшего офицерского состава. Вот поэтому микрорайон Чкаловский имеет полное право отмечать юбилей Гагарина. Накануне на аллее Героев Отечества, которая и началась в 2018 году с установки бюста первого космонавта, состоялась церемония возложения цветов. В ней приняли участие личный состав авиационной дивизии особого назначения, ученики лицея номер 14, носящего имя Юрия Гагарина, и местные жители. Я говорю вам, дорогие друзья, до свидания. Как всегда говорят люди друг другу, отправляясь в далекий путь. До скорой встречи. Ребята из 14-го лицея, пожалуй, больше других сверстников знают о первом космонавте. Гагарин присутствовал на открытии тогда еще школы, посещал выпускные и документальные свидетельства об участии Гагарина в жизни школы хранятся в школьном музее. Тем не менее, познавательная программа, которую в этот же день им представил коллектив Щелковской библиотеки номер 3 в ДК имени Чкалова, добавила знаний. Увлекательный рассказ о Гагарине сопровождался демонстрацией уникальных фото, видео и аудиодокументов, фрагментов фильмов. Писали «Распахнута дверь внеизведанное, явное научное превосходство над США, подвиг Советского Союза, триумф человечества, ошеломляющий». Гагарину подарили после полета вот такую машинку, и она стояла возле его квартиры. Любой мог попросить покататься, потому что это была редкость для того времени, и, конечно, Гагарин разрешен, если он был не в полете. Мне понравились фрагменты, видео, которые были вставлены как документальные, так и из фильмов, которые были сняты по событиям того времени. Отложилось, наверное, про его семью, потому что, в принципе, достаточно интересно узнавать про семьи великих людей, как они жили, как проходила их обычная жизнь вне камер. Было интересно, в принципе, послушать, как нам рассказывали это, потому что очень интересно преподносили материал. В 1966 году Гагарины переехали из Чкаловского в Звездный городок, а 27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полета Юрий Гагарин погиб. Интересно, мог бы он дожить до 90? И еще один факт. Гагарин был первым, кому щелковские власти в 1999 году присвоили звание почетного гражданина Щелковского района. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.